приветствую друзьям продолжаем продолжаем тевтонскую кампанию очередная наша серия не сразу хотела бы извиниться у меня тут сосед с ума сошел и уже начал час третий уже как пошел он все сверлит скотина и сверлит уже забодал я не знаю будет ли вам это слышно на записи у все же микрофон нормальные он такие помехи убирает но не знаю не знаю в общем если что и извиняйте но я уже просто дальше по времени могу ждать надо записывать либо не записывать совсем и так сделал я ход без вас войнушки войнушки вот здесь возле краков так не случилось в отличие от предыдущий вариант развития событий немцы не напали на меня у них один полустэк куда-то ушел да я хз машин к вене отступил черт его знает 2 остался мы с ним сегодня будем биться надеюсь игра снова мне пусть кино мать не покажет вот что еще здесь пришел еще стек венгров но мы его помним увидели он здесь стоял вот они продвинулись вперед не знаю может быть и с ними тоже сегодня сразимся а дальше владимир волынский наконец-то закончилась чума чем я у всех друзья и поздравляю единственная здесь проблема с недовольством горожан 120 процентов 70 процентов общественного порядка вполне возможно что вспыхнет бунт вот здесь мы тоже будем сражаться в этом районе будем уничтожать венгерский стек который до этого был возле владимира он ушел как видите к минску я хотел сперва гарнизона минска разбить венгров а вот этим стеком ударить по монголам по этим правда хрен значит там за монголы такие но не получается не получается посмотрел венгерский стек очень-очень сильные ребята здесь три отряда рыцарей три отряда конных застрельщиков плюс лучники а у меня как назло в минске всего лишь один отряд лучников и блин нас просто тупо стреляет поэтому мы будем двумя стеками разбивать пера венгров ну и потом собирать один нормальный стек и идти навстречу монголам и владимир волос помогать но там кстати еще идет стек венгров друзья все плохо все плохо все очень-очень плохо далее 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 на севере у нас под ногру нужно целых два стека сформировалась собственно сам в городе и вот здесь товарищ стоит ждем ждем что будут делать новгородцы новгородцы разбили полтора стека монголов так вот они растянулись и куда они пойдут все пока что непонятно их под сократил немножко плюс у него убийца постоянно работает каждый ход убивает всяких залетных генералов вот писали мне в комментариях что мол иди захватила дугу друзья я с удовольствием захотела была дугу но прящим эти захватывать ладогу нужно разбить вот эти четыре стека но шут с ним три стека когда я этими двумя стеками разобью эти три стека мне нужно будет не идти захватывать ладогу а идти в псков и дербт войска восстанавливать а вот такая же проблема со смоленском то есть у меня как бы есть пскове стек стоящий там который можно использовать но блин здесь такие ребята сидят без слез на которых не посмотришь что-то тут нужно как минимум два стека чтобы это дело сковырнуть которых у меня к сожалению нету свободных и вот получается что мне приходится полоски держать и смоленск держится так вот у нас такой шаткое равновесие но если что из полоска всегда можно послать помощь либо в новгород либо в минск причем в минску жена раз два из полоска посылали дело делишки друзья дело делишки ну и еще мне осталось вам рассказать про немцев немцев это скотины такие я им короче мне предложили друзья решил попробовать просто ради интереса я думаю перезагружусь потом если не получится или получится или еще как вот дипломатом предложил немцам стать ихним вассалом но не писали комментарии мол стань вассал и что вы думаете меня послали нах я послали нах вашим услугам в общем я расстроился расстроился да и пошел на дипломатом к папе жаловаться жаловаться к папе папа скотина еще там ну англичанин еще с него взять уменьшает у нас отношения с ними очень сильно было буквально вот недавно 5 из 10 уже 3 из 10 вернул он как вы помните в церковь немцев венгров и собственно своих англичан с англичан как видите уже уже 70 сети но еще четыре чертова вот еще этих двух принял зараза с венеции на венеции это срать на нее а вот то что вот были у меня надежды очень большие на внутренний распри именно внутренние германии венгрия сожалению этого ничего мне не удалось но есть надежда что немцев они вновь вновь отлучат от церкви есть такие надежды осталось их дождаться получил задание от гильзии купцов заключить торговлю с византии вообще дома у меня с ней есть уже торговли ведом дипломата два хода в общем черта не получается никто мириться не хочет так что друзья сейчас будем сосредотачивать свои силы и усилия именно на немцу друзьям именно на немцах сейчас попытаемся от краков отбить бы отбить бы краков и тогда наверно пойду захватывать немецкий штейтен плюс как вы видите французы так и не пошевелились они ничего не делают на герсон не идут у меня дошел лазуч до тронхейма это их не столица город хороший 7000 денег дохода множество построек на вот войска говно нам бы его захватить бы и разорить было бы прекрасно плюс еще и наследника можно было бы норвежского кухну но к сожалению друзья на это просто тупо нету время слишком на нас сильно обращает внимание немцы и мы держимся уже из последней силы мне уже ненормальных войск нанять не могу денег нету старые войска заканчиваются очень из последних сил бьемся поэтому принято было решение из и герсон до стек снимать и посылать его в орхус план таков захватить орхус захватить раскили обратно тем временем моя новая армия которая была собрана из замка в скандинавии разобьет вот этих ребят вот тут небо еще будут генералов какого-нибудь где нибудь на дыбке монета но может появится во время битвы шить разобьем в общем не сегодня следующих немцев осадим раскили это армия которая нас с норвегия плывет будет захватывать орхус возможно биться с немцами и пойдет дальше на гамбург а эти ребята после раскил и пойдут на штетин вот такие у меня чудовищно серьезные планы по отношению немцев но нужно их как-то выводить из игры и когда захватим гамбург я думаю что мы предложим немцам мир возможно придется отдать гамбург с орхусом штетин я хотел бы себе оставить он рядом с нашими землями как-то так как это может быть даже раскили отдам может все три ада не знаю посмотрим как нам все немцы будут вести ну и после таких ощутимых потерь возможно они будут более склонны принять наш вариант ну ладно это все разговоры разговорами пора переходить к делам собственно к махачу с венгерским стеком стек непростой друзья гюла из рода идет кельта 41 год князь галича скотина верховный конюш и белый жеребец у него там конюх ох ох печально как но у меня до него убийца не дошел до и процентом не очень больших вам 67 общем не дошел смысла рисковать и ждать еще один ход я не стал будем его убивать как-то так а дальше у него рыцарь и феодалы 1017 благородные 1020 три отряда стрелков конных валахи там мадьяры все тела лучники венгерские ладно хоть отряды неполные крестьян и хрен с ними ну и пехота у них прямо скажем ничего в ней такого нету то есть наша главная цель завалить лучниками вот это стреляющее отребье и разобраться как с помощью копейщиков и нашей коницы с их не с их не коницы рыцарской на дальше дальше проблемной поехали итак мы значит а тут у на холме стоим да ну в принципе хорошая позиция мне она нравится наверно тут останемся что у меня вообще имеется там не имеется на рыцари наемники мая на черта не видать так они станут на одном фланге тогда вот эти ребята станут на другом фланге один отряд коцный сильно как помощь сойдет это все да да значит 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 как обычно море море копейщиков этих отставить этих тоже отставить что же у меня три отряда осталось копейщиков но 3 так 3 3 так 3 пусть будет будет 3 ладно тогда вот эти неполные отряды мы поставим на фланг конечно это может 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 больно по нам ударить но мы за ними и поставим еще отряды блин у меня тут отряд это господи смех смех если сюда рыцари ударят полный отряд ну ладно мы готовы мы готовы вот она моя моя надежда на благополучный исход этой битвы так этот отряд берем что вот эти ребят пристреляют три отряда их них говняков стреляющих займутся другими говняками торбалетчиков можно немножко вот так поставить повыше да чтобы они повергалов стреляли нормально мне нравится еще у меня есть парни с палками куда же мы с парней с палками заодно центр усилим и еще меня на это они все я готов давайте только конницу еще поправим немного вот так поставим повыше блин он мне не нравится все значит перед нами противник сбоку слева стек наших союзников и вопрос вопросов что будут делать противники вот оно главное ну судя по всему они ничего не делают они стоят жду ход битвы изменился в пользу рейха конечно конечно в пользу рейха что он не изменится что ли в пользу рейха так но ребята вроде бы сами ко мне летят да на всех парусах давайте ждать смысл нам одним идти нету ждем союзников нашим и чует такое ну как обычно кто-то что-то где-то тупит да то есть вы вот так вот да решили ну что же тогда имеет смысл смысл имеет перекинуть наши войска вот сюда и все это сделать очень быстро противники сейчас побежит сразу будет неприятно вроде как успеваем противник тоже вроде как куда-то что-то пошел ну главное что они не напали вот на эту все колонна так мы успели дайте здорово противник как бы тебя высагрить скотина что-то на меня побежал союзник что делает продолжает куда-то идти я просто понять бы как они собираются союзники строится чтобы как-то под них подстроиться так но противник я вижу идет идет не шутя не шутя идет побежали вроде да да они побежали ребята они побежали все стоим принимаем венгров все стоит на оборонке все норм сейчас наши лукари включу свое свои стрелы и начнется здесь катавасия но первое первое как я и предполагал три конных отряда венгерских стрелков против них все наши лукари нас больше я надеюсь что сейчас они их хорошенько так вот прилетел хороший зов мадьяров и отряд ополовинился здорово тут просто ливень просто ливень конечно к нам тоже прилетает пока уже один на четыре один на четыре это хорошо так здесь наши союзники какие-то перетурбации устраивают так я смотрю к венграм подтягиваются застрельщики и вся основная масса тоже пошла на один отряд мы у них уже высекли это хорошо и это хорошо друзья и это хорошо нам главное не зевнуть когда у них пойдет в атаку конец а он пока что там в тылах прячется еще еще два на шесть друзья два на шесть куда наш атакует не понять понять бы самое главное вижу как стрелы вот так летят чтобы они в обратку летели не вижу а вот здесь видно так ну что я так вижу что пошла махлам я так думаю что пора нам наверно помогать пора нам помогать брать так сказать все свои руки и мочить супостатур конец пошла попробуем их перехватить здесь пока что норм вот здесь самое интересное друзья сейчас здесь такой мощный чат я надеюсь будет наши бегут сверху вниз венгры наоборот подымаются у наших скорость выше и тефтоны вписываются в благородных рыцарей пошла к тавасе ну и спорный вопрос кто кого давайте отправим отряд пехоты на помощь чтобы наши муж ну двадцатку мы им сбили непонятно наши потери но у нас тоже потери существенные не меньше двадцати но подходят наши копейщики я надеюсь они там воткнут одну две палки туда так но я чувствую что пора выводить конницу нашим во фланг пока все складывается в пользу рейха если ничего не 27 у них еще осталось кого мы можем еще кинуть ты твою за ногу так ну и союзнику на можно уже отдавать приказ переходить к активным действиям да так вот у меня отряд бегите там кстати у меня ребята так увлеклись некоторые что просто кино просто кино так здесь значит конница пошла на валахов здесь отряд благородных рыцарей с пехотой сражается это отлично ну и здесь мы разбили разбили мы этих гадов осталось их трое отставить за ними погоню надо куда-то ударять в центр в центр надо ударять их тура вся пошла куда-нибудь сюда ну и здесь что наши парни врезались в валахов и успешно их режут успешно их режут по крайней мере мне так кажется что успешно режем так ну здесь практически все практически все можем только единственное что вот так вот сделать чтобы лучники поближе подошли готова так здесь продолжаете здесь у меня пара отрядов посланные вперед в принципе неплохо справляется я единственно не пойму где у меня а у меня рыцарь здесь застряли да отступаем ребята давайте поможем нашим там крайним отрядом так здесь парни парни здесь собрались в принципе здесь все норм валахов разбили так кого бы покарать там я так думаю что надо он за теми бежать ребятами но это в принципе победа конечно заплатили мне за нее жестокую цену серьезную цену а не убегают давай догоняй 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 шикарно режем гадов и продолжаем движение надо забивать эти отряды которые возвращаются у венгров ну в принципе все норм друзья все норм везде мы всех покарали наказали лучники я надеюсь тут тут сами разберутся как нибудь с этим говном которая бегает я так понимаю это один из генералов да ну минус один минус один ну может и второго тоже вы вольнете как нибудь давайте палки как киньте в него ну не подводите меня е-мое так значит вы за этими где у меня рыцарь это мои этих мы не догоним это очевидно здесь всех уже убили давай это валахи они мне не нужны тогда ты этих убивай а вы вот этих убейте и будем на этом заканчивать мероприятие хорошо хорошо потери серьезные есть вражеский полководец мертв смотрите шикарно враг струсил как и предполагалось мы победили потеряли 800 человек убили 1400 главное мы не потеряли своих военачальников это очень важно потому что замены им здесь на этом направлении у меня просто нет ну и главное минус а ну и еще один венгерский стэк когда же они мать их укончатся как хорошо было в первом прохождении за тефтонцев когда мы с венграми заключили союз сетить ее заново а это ну просто ну жестокая жесть второй раз уже с венграми воюем ничего хорошего в этом нет казнить конечно все сдох сдохла эта тварь генуя там радуется походу воюют с ними ой наш альберхард герман получил плюс 2 командования это меня не может не радовать уже 4 о германские рыцари наемники 521 но я бы не сказал что они себя что-то прямо такое представляют 521 а стоят они ну просто как шаттл идти за ногом ну и стэка по сути у меня нету да стэк у меня нету наемников можно смело распускать тут 7 человек 5 человек да назовите да опять еще идти надо встречать кем-то кем-то идти встречать вангоу ладно сейчас будем собирать будем собирать что-нибудь что-нибудь будем собирать 23 да давай сюда объединяем так вот этого сюда вот целый отряд получился хорошо лучников обязательно по крайней мере вот этих четверых плюс копейщиков плюс вот этих а ну пол стэка мы уже набрали это хорошо так лучники коцаны мне нужны причины какое-то подкрепление чтобы сделать целыми отлично вот этих тогда отойдим отойдим так ну вот целый отряд что у меня тут еще то есть укажите врага вот кстати кстати пополнить копейщиков отлично друзья в минске чумам в минске чумам у нас не летом в не уж не у меня в этом стеке были чумные ребятишки я бить чистое сила не ругаться до гена уходи в крепость в минске у меня тогда вообще полная жопа и сидит вроде бы целые стека порядка нету твою мать и здесь только пол стек и здесь наверняка тоже чумные есть эпическая сила не ругаться только-только здесь она закончилась а я сам себя свой город заразил какой я молодец какой я гений но блин вообще непонятно как это произошло потому что отряды отряды которые были с этим генералом они у меня нигде не писала что он болен заражен чумой плюс они эти отряды не были во владимир волынском они сражались здесь рядом но с войсками которые участвуют со стороны гарнизона они не объединялись их специально не объединял никак не менял чтобы не допустить распространение твою мать ну как значит тогда чтобы сделать ничего не делать не будем с монголами встречаться мы тоже не будем мне бы еще будете бы как-нибудь тогда от города пока что его ходить не буду будем здесь стоять а на следующий ход я просто тогда в сторону вильнюса поеду и это крепость там анголы у меня нет они не дают в общем друзья жопа перезагружаться я не буду как получилось так получилось но это конечно такая жопа честно теперь делать чем не теперь все войска на хрен уничтожить что ли потому что хрен знает когда какой из этих отрядов удалить пойдет его могу и вильнюс отвезти на восстановление а он вместо восстановления мне этот город заразит в общем не понять не понять метод процесс воздушно-капельным путем что передается жоп какая и уже еще один город у меня на грани бунт у тебя ладно ладно здесь получилось какашка будем пытаться что-то сделать хорошее здесь под краковом серия уже полчаса идет один к одному это при том что нас на 700 человек больше один к одному твою мать немцы где вы это все говно берете железная пешие воины 9 23 благородные лицари 923 кольчугах 714 свои хандра 1115 хоть мечники по цена я очень ки что радует хуже ну понеслась ночью нападем наш лукаш лукасу без беспощадный мастер ночного боя но мне там позади нас стоят крепления в принципе если что потом восполнят наши потери конечно это все жопа это одна сплошная череда проблем я бы так назвал но я верю что она рано или поздно у нас кончится тогда мы покажем кузькину мать белые ночи все дела так значит гена давай с тевтонами где-нибудь на левом фланге да наши парня другого фланга еще меня есть два отряда кнехтов на этих нехты будут делать глубочайший фланговый обход для захода в тыл так и осталось у меня пик тура давай за пик тура что-то будем строить стенку мясо наш любимую любимую стенку мясо 5 отрядов меня думаю мне хватит даже как ты не знаю так что с перекрытием друг друга и еще два отряда значит копейщиков на фланге а еще был живодовод хорошо игра 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 отнесла дальше у кори четыре отряда не то чтобы это много но и немало я вам буду сказать противника этого нету не ходить на жалкий отряд что у нас осталось по пехоте а палки кидателям забыть про обладателей палок то мы два отряда пик тура у нас на флангах станут для прикрытия от флангового прорыва в принципе готовы конец чутка по позади спецом если на них кто-то кинется чтобы успел дайте пик тура все мы готовы вот они мы вот она они понеслась понеслась друзья так них там нужно задать движение для этого надо видеть красную линию и чё эти урода делают я не согласен но коль вы от меня уходите урода то я вам пропишу куда они на горку что ли хотят пойти он не любляет и хрень я уже тут готов все дела построился они начинают туда-сюда обратно я понимаю что им приятно но а мне там нет 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 неприятно так вы давайте тогда это делаете бегом чай не устанете валерия легкая так вы давайте в кого вписаться то нам пожалуй давай вот тут задний отряд значит они запомнили что не стоит убегать конец как всегда и творится кухоню и вы не могли чутка вперед взять еще камень этот в общем как обычно чат же не был чат же не было ну отходите уроды ну благо благо мы не потеряли никого хотя бы от меня рад давай вот в этих надеюсь вам хватит так они еще готовятся что вы не готовьтесь вы просто стоите просто стоите они вроде как не успели приготовиться и чат же на этот раз получился значительно лучше я вам так скажу значительно лучше давайте отступаем так там надо контроль чтобы нас двое застряло двое застряло еще трое так погибло так отходим дальше начать чат же не получится хотя бы хотя бы как-то вот так как-то так третий отряд убили потрясающе с такими потерями мы будем убивать их так ну и вроде как они зашевелились господи вас я не знаю че с вами не так уходите отсюда какие-то дегенеративные дегеративные оконницы я такую не люблю а че происходит то я я случайно где-то кого-то выделил и вернитесь на место о боже мой о боже мой убегайте убегаете а вы давайте за сеть своих андрами еще раз вкинем а нас рыцари в кольчугах согрелись а может быть тогда наоборот а вот я теперь и теперь я понял как случилось я нечаянно выделил их на нас там тоже полетели да ребята да на вас полетели ребята ну тогда именно вот так вот сделаем все тут че еще делать то нам далее далее значит давай charge вы отходите сейчас будем заманивать конницу что-то у меня тут конечно все все получилось не по плану я вам так скажу еще немного и победа будет наша сейчас попробуем четырьмя отрядами фигачиться в них за нами там еще отряд вы лишь вышел да так сразу отходите биться с ними не надо к сожалению не получилось да толком не получилось уходить все уходите ребят уходить тем конечно рыцарем перепала солидно особенно вот этому отряду что у нас там дальше дальше у нас тут полная жопа наши сражаются как умеют и здесь творим непонятную ересь все пошло друзья не по плану давайте попробуем это поправить так там давайте попробуем принять вновь этот отряд рыцарей сраных здесь все более-менее нормально идет не без потери ну конечно это феерия тоски они пошли там на помощь да да давай эту конницу тоже бросать на помощь остается кто у них там тут убегает но здесь мы их опрокинули опрокинули этот отряд если ничего не изменится встречаем этот отряд в лоб и и сейчас в тыл прибежит еще два отряда наши конница ну поле они не опустили так вот эти два отряда сразу выводим он то особого нету сейчас главная надежда на нашего генерала немцы тоже умно не решили отойти но у них это не получилось шикарно давай возвращайтесь но сейчас же эти ребята отходят особо отходить тоже некому так здесь здесь в принципе проходим 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 отлично гену мучку посмотрит как мы разгранили ванену мучку к 0 далее значит этот отряд пошел за очень комитете ребята пошли сюда здесь мочим 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 что у нас там там у нас друзья полная катавасия пока что отходим пока что отходим значит эти ребята вот сюда эти ребята сюда отходят гена гена готовится будем чертжовать еще немного и победа будет наша сейчас все будет нормально ребят спканенько и так вы давайте уже накидывайте выходите в этих там наши ребята вроде как справляются да давайте сюда обратить свое внимание здесь тоже все хорошо этот отряд все тоже вроде как пошло поехала здесь они убегают да все они побежали они побежали это здорово так гена за ними гнаться не надо гена значит сюда отсылаем уже мертва все отлично ребят справились какие потери четверть армии оставил жопа 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 она нечаянно выделил часть своей армии которая стояла в построении когда выделял конец и блин случилось несчастье тяжелая пехота давай этих своих андоров все побежали только к ним зашли в тыл и они сразу побежали ну и сейчас сюда тефтоны ворвутся и тоже покажут кустки ну мать в металле металлистом будущем и первой давай давай побежали не успели не успели тефтонцы рыцари побежали раньше обосрались и побежали но вот завернитесь вы бы завернет на 5 метров пораньше и все будет чудесный чадши нет бегут куда-то в руку мира кстати птичка гена хотя ген уже весь в золоте он давно уже сражается так вот эти чувства им гоните гадов такая тьма тьмущая а вот эти два отряда попробуем тех давно случайно ну и по прибавим скорость вот да деточка давай давай здесь догнали и здесь догнали сейчас наших тевтонцев будем качать качать чтобы они стали ну хотя бы серебром 3 медная все серебрюшку 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 нам не дадут друзья печально обыдно да обыдно здесь наши не успели лукарей перехватить ну и хрен с нами как и предполагалось мы победили но можно было с меньшими затратами это сделать где-то по крайне мере вынув на 100 поменьше потерять сто процентов склониться и по-другому бы не получилось потому что она ну конечно можно было сделать по-другому ребята просто потребовался больше времени которого и так не очень много это потихонечку аккуратненько идти своим стеком пехоты подходить лукаря лукарями обстреливать за заставить их не конницу протоковать наших копейщиков и только потом уже ударить в занятую конницу противника с фланга лист его свои конечно же мы конечно же мы предложение принято я согласен хотя бы так мы заработаем денег реально денег нет у меня уже дошло до того что я очень много городов где ничего не строится убирайтесь подонки но неожиданно что они заплатили ну ладно ничего страшного в этом нету хотя бы деньги теперь есть так два отряда два отряда сколько тут меня рыцарей 60 давай тогда вот эти два отряда возьмем на пополнение вот этих ребят тогда выведем из тэка когда мы вступим в бой а заберем вот этих ребят так сколько у нас там уже 48 минут с этим еще не поделаешь так этих парней тогда надо отсылать куда я не знаю куда вторую сперва отошли потом что в палангу здесь я не знаю чё делать чё тело целый отряд венгров что с ними сделать шестьдесят семь процентов но давайте попробуем убить генералу напоследок не знаю сможем не убийца 73 года старенький уже за старенький можно рискнуть назовите же давай я в конце надеюсь вильгейм ой хрен бы там хрен бы там и конечно же он умер потрясающе поэтому я стараюсь в процентовке меньше 75 и вообще никогда то не делать хотел как лучше получилось как всегда так но если мы подойдем там интересно 2 стек то будет участвовать венгерским вот и заварушки или нет нет не будет участвовать плюс мы можем снова ночью это сделать шикар какие у них тут войска но благо у них тут я вижу отряды есть отстанная да и рыцари все причем отстанная здесь всего лишь девять здесь 31 есть и целые валахи малахи научников у меня хватает пиктуру венгров слабенькая ну по крайней мере здесь есть кем ее встретить ну что будем сражаться друзья будем сражаться но наверное без вас я не планирую на этом ходу еще еще что-либо снимать блины и пока не забыл надо в риге нанимать новых убийц убийц и купца пицца у меня где-то в другом месте на потом найду фоне ну хотя бы деньги есть теперь что-то построить и что-то нанять то что я не жалею о том что отпустил тех ребят совершенно нет никаких улучшений давай войска строй вот тефтоны шикарно давай копейщиков простых возьмем крестьян простых возьмем не в полон каунте отправить нам чтобы там стабилизировался положение вот отряд хорошие пожелтела ура ну и все и деньги кончились 1200 1200 отлично просто убивать я режь говоря всегда путаю я всегда это путь на возглас чума вот конечно вообще чума все мои планы расстроила блин это же какая-то в минске у меня получилось ладно будем 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 что-то с ней придумать друзья но такие вот дела делишки встретимся в следующей серии я надеюсь что в этот момент мы уже будем брать орхусом брать орхус и разбивать и немцев хотел я вру я вру меня же здесь нет катапульта да а катапульта у меня здесь нету вообще есть лазучек но он не качаный довереном не откроет скотина она посмотрим в общем как только будет что-то интересное мы с вами друзья сюда вернемся ставьте лайкосы за чему здесь лайкосы пишите комментарии и подписывайтесь на канал всем хорошего пока пока пока